На этот раз мы окажемся на празднике и будем говорить прощай Старому Году и добро пожаловать всему доброму и хорошему, что ждет нас в будущем. Новогодние и рождественские дни приносят нам много добрых и светлых впечатлений. Каждый стремится в это время быть рядом с близкими, дарить им свою любовь и внимание. И нам посчастливилось оказаться в гостях у семьи, которая была рада разделить и с нами эти праздники. Руслан, Инна и их дети переехали в Крым около 10 лет назад и сейчас живут в родовом поместье по соседству с такими же замечательными семьями. Живут очень дружно, вместе занимаются посадкой деревьев, заботятся о природе, проводят очень веселые яркие праздники. Мы оказались в гостях в день празднования Коляды. Уже очень скоро начнется шумное веселье. Будут песни, игры и хороводы. Но пока еще идет подготовка и выдалась небольшая минутка тишины, мы попробуем узнать, как живется в родовом поместье и как здесь создается их общее счастье. Жена, наверное, вдохновила ко всему переезду, искала что-то другого для нас, более лучшего для детей. Ну и нашли. Нам Крым нравился, мы ходили в походы в Крым. И как бы здесь, да, здоравливались. Да, мы 10 лет живем в Крыму. Мы приехали в город Корабелов, город Николаев. История была такая, что родилась у меня Марина, и мы стали выходить на улицу, и казалось, что все детские площадки очень грязные. Я барышня энергичная, я сделала субботники и много субботников. И, ну, прям масштабненько так у нас на субботниках до 500 человек работала. То есть мы детские площадки делали, мы огораживали мусорку, мы ставили скамейки, Руслан делал качели. И как-то мне говорят, а вы знаете, в 6 утра какие-то женщины убирают парк. Это вы? Я говорю, я фанатка, но не в 6 утра. Я пришла к этим женщинам, познакомилась, и оказалось, что это те люди, которые хотели бы переехать в родовом поместье. И там такая есть фраза в книжках, убери сначала там, где ты на мусоре, а потом можешь мечтать о своем поместье. А я потом ничего не знала, они мне дали эти книжки, мы почитали. И как-то то, что было каким-то таким бесформенным, обрело какие-то формы под названием родовое поместье. Там четко написано, что в семье надо не меньше одного гектара, что жить надо в трезвости, что надо отмечать праздники. Ну, много каких-то. Для вас это тоже новым было? Да, да, это было достаточно новым. Мы горожане, ну, дача есть, ну, в общем-то, где-то было далеко. И, ну, как-то так странно, не рассматривали. Потом мы узнали, что в Крыму есть поселение родовых поместьй. Сюда приехали, казалось, тут живут люди, на самом деле живут, с детьми. И достаточно быстро, мы вот года два подготовились и сюда переехали. Вот мы тут уже 10 лет, вот в этом году будет 10 лет. Руслан, а вы как реагировали на то, что предлагала Инна? Да, все замечательно, природа была у меня моей частичкой. То есть у меня вот были школьные периоды какие-то, обучающие, да. А все лето меня в деревню отправляли, я как бы город там был на втором плане. А как-то были связаны вот с каким-то фермерством или с выращиванием там садов в детстве? Нет, в этом плане все новое. Познавали на месте. Многих людей мысль оставить город пугает, но Инна и Руслан вполне спокойно решились изменить образ жизни их семьи и переехать в гармоничные деревенские условия. К тому же оказалось, что создать свое родовое поместье можно среди прекраснейших просторов Крымского предгорья. Ну что, места хорошие. Ну когда мы сюда уже вот приехали вот на первые там 10 дней, а я была в такой кепке, и мне села птичка сверху и вот так заглянула. Я так испугалась и начала вот так руками обмахивать. Ну то есть место оно вот знакомится с людьми, принимает. И сейчас у нас вокруг много фазанов и других. Вот мы их там прикармливаем, создаем зоны, чтобы у нас как можно больше было птиц. У нас есть правила даже соседских отношений. Мы не используем химические средства для борьбы с родителем в саду и в огороде. У нас точно трезвый образ жизни. То есть я точно знаю, если мои дети пойдут кому-то в гости, они там не увидят застолья с какими-то там алкогольными напитками. И у нас есть некоторые параметры, как мы садим растения, чтобы не залазить на территорию другого человека. У нас гектар земли это немало. При этом родовое поместье создается на принципах пермакультуры. Пермакультура это значит длительное нахождение на земле. То есть невозможно поместье распахать, посадить пшеницу или там кабачки какие-то. Создается максимальное биоразнообразие. У нас плодовый сад, около 200 деревьев. Мы, кстати, этот сад сад садили вот перед зачатием, все, мы посвящали сад ему. У нас есть аллеи, у нас живая изгородь. В общем, там тысячи корней усажены. То есть мы каждый год досаживаем, но не меньше 100 растений. В городе может легче жить, когда ты на всем готовом живешь. Ну а здесь свободно дышится. То есть в городе, допустим, 9 часов там ударил молотком, сосед прибежал, не стучи. Здесь стучите до 12 ночи, тарабаньте. Ну то есть детям тут намного легче, с детьми легче. Допустим, раньше в городе, чтобы пойти там с ребенком гулять, это целое дело. А здесь дверь открыл. Трусы одел. Да. Ребенок готов на прогулку. А если деревья поднимутся, можно и не одевать. За годы, проведенные здесь, сделать удалось очень много. Появился теплый и уютный дом. Вокруг него посажены уже, наверное, сотни и сотни деревьев-долгожителей. Дубов, кленов, каштанов, берез, кедров и сосен. Конечно, также изучены и пройдены многие окрестные тропы. И жизнь в заботах и радостях, счастье и гармонии идет своим чередом. Мы живем в очень красивом месте, в предгорье Четтердага. Вот любуемся, он каждый раз разный из окна. Но за Четтердагом находятся субтропики начинаются, а у нас еще умеренный климат. И от этого бывают ураганные ветра. И часть деревьев у нас вот видно, что крона наклонена в эту сторону. И для нас вот ветрозащита одной из самых первых забот, что мы должны сделать. И поэтому мы делаем живую и сгорать прям такую серьезную, в 5-7 рядов. Очень густо насаживаем растения, чтобы они нас защищали от ветра. Мы купили сразу самый большой вагончик, который нашли в Крыму. 9 на 3. Установили его и потихонечку, как ласточки, стали облепливать легкий саман. То есть у нас две пристройки из легкого самана. Мы выбрали именно этот тип строительства. Это солома и немного глины. То есть мы мешали, дети подсовывали эту солому. Все вот так вот в корыцах тяпкались и потихонечку это возводили. Красивая фотка была в родовой книжке. Вот, вот что из этого получается. И с той стороны тоже мы так сделали. Теплый дом получается? Достаточно тепло, ну как бы и зимой дней. Кошка очень хорошо вписалась в фотографии. Кошка наша любимица, наша пуша. Где-то ее сестра рядом бегает. Сестра попроще окраски. И она, та кошка, мышей ловит, территорию следит. Мурлычет, прям вот дружит-дружит. Это ничего не делает, говорит, я красотка. И все. Вот у меня тут есть фотография, где наши козля там одно время держали козочек. И четыре козленка родилось. И мы, конечно, коза не может выкормить четверых. И мы вот маленьких докармливали, прикармливали. Они как детки были, у них такие носики были хорошенькие. Но все это весело, пока они не врываются в огород. И не начинают поедать. И не начинают есть сад. Да, ну вот этот период был прям чудесный. В прошлом году у нас с мужем было 20 лет совместной жизни. И мы решили его отметить и венчаться. Венчание — это значит, что у нас будут два венка, и мы друг с другом обменяемся венками. И это значит, что мы снова даем друг другу обещание, клятву быть вместе, в горе и в радости. И идти рука об руку дальше. И когда он меня спросил, что ты хочешь, какой подарок, я ему говорю, миллион алых роз. Он вот так сделал и упал в обморок. Я говорю, Руслан, я обо всем подумала. Мы посадим чайные розы. Мы купили 100 кустов чайных роз вместе с соседями. В этот день для нас посадили розы. И вот в этом году они уже немножечко стали цвести. В следующий год уже прям у них такой рассвет будет. И тоже собралось около 40 человек. Мы хороводили. Нас соседка очень красивый обряд устроила. Прям такие теплые воспоминания до сих пор. Хоть и хороши крымские горы, но в этот день погода не дала нам возможности любоваться ими в полной мере. Но праздник все равно состоится. Вот уже и дом украшен, и угощения для гостей готовятся. А у нас соседка, она в Москве закончила курс на художника. И с правом преподавания приходит к нам по выходным, и мы все вместе с соседями рисуем. Следующая у нас ложечка. Это ложка моя, мне сделал мой муж Руслан. Я вот прям заказала рисунок, родовое дерево. Это тот предмет, который я буду хранить до конца жизни и передам младшему внуку, который будет на тот момент, скажу. Это вот ложка от дедушки Руслана. Это то, что будет передаваться из поколения в поколение. Следующая это кукла Спиридон Солнцеворот, которая делается в калядные дни. Это фигура мужчины. Это символ Солнца. И вот руль у него символ Солнца. И сам мужчина это символ Солнца. И вот эти узелочки, которые навязаны, это те планы, которые мы собираемся в этом году реализовать. Там сад подсадить, где-то воду провести, там с печкой что-то. Это совушка символ мудрости. Дочка занимается валянием, занимает призовые места в Крыму. И вот это ее изделие. Это пара неразлучников. Такая тоже куколка обрядовая. В идеале она делается мамой жениха перед свадьбой. И вот для нее эта ночь, я прям предвосхищаю, эта ночь своей жизни, когда буду принимать невестку в свою жизнь. И вот она их лепет на одну. Это веточка дереворода. То есть я буквально подойду к своему дубку, отрежу веточку и скажу, что вот эта девочка, теперь будь моим сыном, береги его, храни его. И они одно целое, и связываются вот красной цветокрови ниточкой. И это вешается на видном месте. Это такая, как семейная фотография. То есть со временем, если пара хочет ребенка, она сюда вешает лялечку. И все видят, ну вот пара хотела бы деток. Детки подрастают, и вокруг навешивается то количество детей, которые есть. Елка – это тоже обязательный атрибут праздника? Елка, в общем-то да, елка. Ну так как мы не рубим елки, наоборот сажаем, а дом хочется украсить, то мы делаем такие флористические елки. И хвоя, на принципе, про предков. Дождь лить не перестает. И пугает нас, что мы и вовсе носа на улицу сегодня не покажем. Но мы надеемся, все обойдется. Зато, по крайней мере, пока есть время, успеем завершить все приготовления к приходу гостей. Я сейчас шью рубаху для своего старшего сына Михаила. Опаздываю скоро, скоро начинается празднование каляды. И это уже такие последние приготовления. По-хорошему надо было очиститься, то есть сходить в баньку троекратно, поблагодарить этот год уходящий, подарки сделать. Успели ощутить единство семьи. Успели ощутить поддержку каждого. Еще сегодня мне предстоит важное дело. Мы будем делать запись в нашу родовую книгу. Вот родовая книга – это одно из, скажем, атрибутов родового поместья. Для того, чтобы история не переписывалась, вот раньше, ну есть такая история, что раньше в каждой семье велась родовая книга. И туда записываются самые значимые события для семьи и какие-то общественные события. И вот у меня тут, ну, вроде как семейный альбом, но достаточно много записей. То есть как мы тут начинали. Такой семейный дневник. Да, семейный дневник. Вот из еды какие-то приготовления к празднику идут. Из еды идут обрядовые блюда. Кутья делается. Ну, по-честному мы не сделали, не успели. Делается отвар трав. Мы будем вместе с гостями ее делать. И традиционная, на вот праздниках больших идет благодарение предков. И один из таких обрядовых блюд – это блины. В нашей жизни был период сыроедения несколько лет, и который перешел, ну, как бы остались и сладости на столе. То есть вот мы взяли семена, кунжут, мак или семечки, и туда добавили финики, изюм и высушили. И получились такие казиночки, печеньки. А это называется кокосики. Там кокос и банан. Такие на кусках вафельки. А вот в этом году мы научились делать пастилу. Вот я прям два месяца билась над этими. Как это делается? Как это делается. Берутся яблоки сладких сортов, немножко увариваются, добавляются туда какие-то еще фрукты. Например, вот эта смородина, где-то хурма, где-то киви. Ну, вот правильное соотношение, правильная температура, правильный слой. Вот это мне заняло два месяца. Что может быть вкуснее домашних праздничных блюд, приготовленных заботливой хозяйкой? Наверное, ничего. Так что скорее записывайте рецепт простого и очень вкусного рулета из той самой пастилы, которую научилась делать Тинна в домашних условиях. А кто не записывает, может подпевать наши песни. Припевы очень простые. Селя-зень мой, селя-зень мой, Селя-зень мой, сиска-састы, Селя-зень мой, сиска-састы, Молоденьки, молоденьки, Кудрявосты Молоденьки, кудрявосты Поплывёшь ты, поплывёшь ты, Поплывёшь ты вдоль Дунаю, Поплывёшь ты вдоль Дунаю. Вдоль Дунаю, вдоль Дунаю, вдоль Дунаю погуляю, вдоль Дунаю погуляю. Ну, я больше люблю всего готовить. Ну, оладушки, лавашики в разных видах, соленые, сладкие. Ну, в принципе, я все умею готовить, но люблю я самое такое вкусное буду готовить. Я ложу пастилу, это со смородины. Это несколько слоев будет такой красоты. И потом мы это все завернем. Мы обнаружили, что пастилу, если замочить воду, она восстанавливается снова в пюре. И вот, ну, сметана, собственно, ее будет восстанавливать. Мы завернем, будет такой на вкус. Ну, ты так хочешь, давай так. И все, теперь мы заворачиваем, разрезаем напополам, и он на срезе такой красивенький. Ну, все, теперь он должен настояться, и тогда размягчится пастила. Мы будем заваривать чай, вот тот обрядовый, вот питье на празднике, называется Брачина. Мне нравится, когда мы все вместе ее готовим, потом все вместе ее пьем. Мы будем брать травку в наши белые руки и закидывать в рог изобилия, а потом она в чайник пойдет, в заварник. И мы будем благодарить за прошлый год. И каждая трава, кроме того, что она про здоровье, нанесет что-то, что-то и про духовность. Да, и вот если слушать название трав, они обычно о многом говорят. Например, вот трава ежевика, которую я сейчас положила, мы можем услышать корень ежевика. Неуничтожимая трава, которая цветет, каждый год плодит, ей все равно, какой климат, какие дожди были в этом году. Она вот прям, живи-ка ее предназначение быть. Или, например, вот чабрец. Его второе название народное – богородская трава. То есть либо мы в себе рождаем богов, богинь, либо мы в своих близких видим божественные качества, либо вот я сейчас ожидаю малыша, да, то есть я буду про это пить. Да, и такой вишенкой на торте у нас будет роза, которая собрана в нашем поместье. Сохранен у нее цвет. Ой, аромат такой волшебный просто. Аромат Крыма, я бы сказала. Вот такая у нас будет травяная тарелка для наших гостей. Ну а что же праздники? Сегодня мы будем отмечать Каледу. А всего в году несколько праздничных и памятных дат. Да и просто, каждая встреча с близкими и друзьями в поместье Инны и Руслана всегда становится настоящим праздником. Мы стараемся отмечать четыре больших коллагодних праздника. Осеннее и весеннее равноденствие, Каледу и Купала. Весеннее равноденствие – это праздник молодых незамужних. Вот они показывают свои таланты, они предъявляются миру, и все их восхваляют, все их чествуют, для того, чтобы к Купалу они пришли уже к готовности, ну кому это нужно на данный момент найти пару. Купала у нас в этом году была просто волшебная, более ста человек к нам приехало. И в этот день чествуются семьи, тем более семьи с детками. Это длится вот прям с утра и до вечера, и все запускается, заканчивается либо прыжками, либо через костер, либо огонечки на озеро мы отправляем. Благодаренность предкам. Тем более, лист и озеро такое красивое. Да, да, вот этот праздник мы точно проводим на озеро. Это прям, ну Купала там, Купала, иногда мы ставим баньку. Осеннее равноденствие – это праздник урожая. В этот день собирается все празднующие и предъявляют плоды своих трудов. То есть могут принести тыкву, огурцы, консервацию, ну вот плоды урожая, да, могут принести свою свежеизданную книгу, ребенка, который родился, успехи детей туда же. Ну в общем, вот что вы, товарищи, делали за год? Предъявите. И вот мы показываем. Мы, конечно, меняемся семенами, плодами, пир горой идет. Вот так все праздники вместе и по жизни единое целое. Ведь самое большое счастье получается, когда мы можем разделить все свои радости со своей семьей, самыми близкими и родными. Знаете, есть такая у Курдюмова поговорка. Мы бы сделали быстрее, но нам помогали. Дети, конечно, очень помогают в том плане, что они вдохновляют. То есть Миша у нас с лопатой хорошо дружит, копат, ну такой физически крепкий. А Марина, рукодельница, вот моя помощница, она на кухне, она валянием занимается, рисует хорошо. В общем, все, что вот в искусстве, в рукоделии, это да. Это наша красота любимая. Он везде, он такой компанейский. Куда бы мы ни пошли, и я с вами, и я буду делать. Ну, мы по мнению счастья, это уходите. Счастье. И мы тут, собственно, не сад растим, мы детей растим. А сад сам как-то к ним тянется. Одно время был период такой, вот только на земле, чтобы они остались рядом с нами, у нас есть место под дом, выделенное большой. Сейчас, мне кажется, что, наверное, было бы лучше, как у нас произошло. То есть, чтобы они получали хорошее образование, поехали, реализовались где-то, вероятно, в городе, заработали денег, и если им надо, купили землю рядом. Или не рядом, чтобы это был их выбор, осознанный, и, ну, их. А счастье, да, счастье, оно в семье, в поддержке, в единстве. В этих жилых детенышах. А вот уже слышны шаги первых гостей. Дождь никого не испугал, и народу собирается много. Все в праздничных нарядах, с угощениями и с добрыми мыслями и желаниями. Пора попрощаться с прошедшим годом и начать новый, с чистого неба, теплого солнца и хороших намерений. И я, наверное, не побуду первой печкой. Да, Ира мне проассостирует? Пых, 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 пых. Печечка, печечка. Ты на место встанешь? Да. Можешь тебя посадить? Печечка, печечка. Что же тебе сделать? Пых, пых. Чем тебя порадовать? Что ты пыхтишь, надо спрашивать. Чем тебя порадовать? Что ж ты пыхтишь, да? Пироги пеку. А для кого? С картошкой. Здорово, с чем пироги ты печешь? Для Донко. Для кого ты печешь? Для Донко. Все. Донко, порадуй-ка печечку. Это мои слова были. Ну да. Пироги пирожок. Скажешь пирожок? Нет, сначала надо печечку порадовать. Данец песни. Данец песни. Пироги помогает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нежно так, да? Кунг-фу какой-то. Завали. 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 Пили. 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 Жик-жик-жик-жик-жик. Что я даже назову? Завали. Ха-ха-ха-ха. Завали. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. О-о-о. Вот это да. Здорово. Рубаем. Уже порубил? Уже порубил? Да. Пока лучше. Миленько. На растопку. Миленько. Миленько на растопочку. Ой, ну печечке будет, чем растопиться. Все. Благодарю. Порадовал, Данка. Ну, тебе пироги с картошечкой. Благодарю. Кушаем при печечке. Вот и новая печечка. Инициацию прошла. А вот и чудеса подоспели. С пылу, с жару выглянуло солнце. Закончился дождь, а значит, праздники продолжаются. Берегите себя и свое счастье. Он давал лесу, давал лесочке. Он давал лесу, давал лесочке. Дуб стоит могучий дуб-дубочек. Дуб стоит могучий дуб-дубочек. Под дубом сидит добрый молодец. Под дубом сидит добрый молодец. На гуслях На гуслях на звончатых играет. На красную девицу он вспоминает. Сидит он на крутом набережочке. Под ним течет быстро река речочка. Чиста течет быстро река речочка. Он да на другом на бережочке Растает деревце бела березонька А под деревцем белой березонькой Сидит красно-девица молодая Сидит красно-девица молодая